Добрый день, Илья. Слушаю. Игнат Тихонович, скажите, пожалуйста, а вот вы начитали, распространили, ну и пострадали за архипелаг ГУЛАГ. А вот, нет, не секрет, а почему вы выбрали, ну, вот это произведение, почему оно дорого для вас? Потому что большая правда никто не писал за советское время. Он заплатил за это дорогую цену. Сам прошел по ГУЛАГу. И теперь, когда говорят правильно, неправильно, в самом начатке говорится, у него сотни живых свидетелей, которые приходили и все рассказывали. И вот это, когда говорят, а почему рухнул Советский Союз? Перестройка и гласность. Перестройка Горбачев, это гласность, которую сминули, и архипелаг ГУЛАГ. За рубежом открылись глаза миллионам людей. Что здесь делается? Какая людоедская власть. Я ее насчитал и распространил. Я понял. Спасибо, Христос, Игнатий. Слава Христу. Я был там, знаю, что так все. Игнатий Тихонович, еще такой вопрос маленький. По поводу лампадки. Я вот сколько ни пробую подобрать, ну, найти вообще масло настоящее, чтобы не вазелиновое было. Ну, ничего не горит. И импортные покупаю, и дорогие самые выбираю. Ничего не горит. Вазелиновое горит. Вообще-то надо отказаться. 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 И больше не ищите, и не зажигайте. Пусть сердце горит пакелом любви. Я понял. Спасибо, Христос. Сколько из этих лампадок пожаров было, сколько храмов сгорело, не сосчитать. Понял, Игнатий Тихонович. Благодарю за ответ. Слава Христу. Сколько нужно вот у нас, вот, чисто восковые свечи поставят. Лампадки потушили, потушили почти домой. Я дома никогда не зажигаю. Добрый день, Игнатий Тихонович. Меня слышно? Слышно, да. У меня есть один вопрос насчет хитрости. Хитрость, ну, может православный, как сказать, пользоваться, ну, как сказать, хитрость это качество или недостаток для православного? А что именно? Ну, может, нужно ли православному эту хитрость как-то применять в некоторых случаях? Не пойму, чего менять имя? А? Что менять имя или что менять-то? Нет, хитрость, хитрость применять. Хитрость? Да, да. Да, как вы что понимаете под этим словом и как? Поясните. Может быть, там и хитрости нету? Ну, например, ну, как сказать, ну, что-то хочется сделать такое, ну, для Бога что-нибудь, ну, как можно сказать, не знаю. Ну, кто-то мешает, например, или не может сделать, какую-то хитрость там хочешь придумать, чтобы, ну, не знаю, как объяснить. Я не знаю, в чём хитрость, надо показать, тогда, может быть, сказать. Многие считают, что это за хитрость, а там ничего и нету. Вот сделал такой, допустим, человек движение, вид, да замахнулся, а потом руку опустил и не бросил камень, который в руке. Что это было? Хитрость его? Для чего он это сделал? Ну, например, я, например, хочу что-то такое сделать, а мой муж, например, против, или я знаю, что он не одобрит это. Ну, я делаю, например, доброе дело для Бога, стараюсь. А он неверующий, и как-то ему это не понравится. Мне нужно какую-то хитрость применить или что-нибудь так сделать, чтобы он не... Никак, никак. Вы должны прямо сказать, я люблю Господа и сделала это, только не его деньги или что-то там, а ваше. Никогда не надо ничего скрывать это. Да, но если я так скажу, он тоже запретит, например. Если я... Ну, делайте, молчите, и всё. Второй вариант, ничего не говорить, сделала молча, чтобы никто не знал. Ну, я так и делаю, да, пока ничего не рассказываю. Ну, если придёт время, когда узнать, тогда придётся рассказать, конечно. Ну, житие святого Пантелеима, населителя, там же так было, он исчез, он учился, ну, по-нашему сказать, в университете, и вдруг исчез. И целую неделю, кажется, его нету. Когда отец спросил, где ты был, а он говорит, учитель очень важный урок преподавал об исцелении. А на самом деле он у Ермолая, у пресвитера в доме сидел. А когда учитель спросил, он говорит, отец показывал мне богатое имение, говорит, в которое я вступаю, говорит. И поэтому меня не было, пока всё осмотрел. Он как раз по это рассуждал о Царстве Небесном, это имение будущее. Видишь как? Да. Он прикровенно сказал это. Ну, если хотите, то, я не знаю, вот, у мусульман там своё божество хитрецом даже называют. Так у них написано. Но у нас этого нету. А в Библии, вот в Ветхом Завете, например, там нету таких случаев, где применяется вот это? Конечно, есть. Когда за Давидом гонялись, а он там у царя Анхуса был, и он давал прикидываться, что он больной. И на воротах в городе кинулся, и давал слюни распускать по бороде и пальцами что-то писать. А царь говорит, выгоните его отсюда, у меня своих сумасшедших хватает. И он избежал казни. Ну, я имею в виду вот это, вот такую хитрость. В таких случаях некоторых можно применять или нет? Ну, лучше всего, чтобы было открыто. Да, ну, конечно, я сама тоже этого хочу. Но так как другого выхода не могу пока найти. Или не знаю, как вести сюда. Я работал на стройке, там реконструкция города. Ну, и назначили рабочий день в воскресенье. А я подошел к бригадиру, а уже все сели на машину, ехали в город домой. Это далеко за городом стройка была, город из Китим, Новосибирской области. Я говорю, меня не будет здесь. Как не будет? Так, в воскресный день я поеду в храм в Новосибирск. Вы что, да уволят, я говорю, а это никакой роли не играет. Я поеду. Ну, езжай за нас, Малисия. Как бабы загомозилися там, да мы тоже. Сидите, вы все равно не молитесь. И все. Я им прямо говорю, как есть. Вот меня, когда судили, то замначальника говорит, как я работал. Я в охране, начальник по-своему был. Ну, а теперь, говорит, на 1 мая нужно было повесить флаги. А он там, ну, взять лесенку, повесить. И вы знаете того, это, там, суди, что он Лапкин сказал? Он говорит, если я за ваш флаг прикоснусь рукой, я целую неделю руки буду отбывать от него. И последствий никаких не было. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. А вот еще пример. Христос, когда воскрес, он шел с двумя учениками, которые его не знали, что это он, и объяснял им Писание. И потом написано, сделал вид, то, что хотел идти дальше, вид сделал. Но они сказали, пойдем с ног, ну, то есть, дистанцию у нас ночевать. И он с ними остался. То есть, он делал вид, что пойдет, сам он знал, что не пойдет. Но его, он как бог знал, наперед, но сделал вид такой. Игнать Тихонович, я тут. Давай. Отдельно выйти на вас. Так, говори. А вы просили вам дать знать, когда я буду дома. Я вот дома. Ага, хорошо. Ну, сейчас, как мы кончим, отдельно зайдете. Да, добро. Я по вчерашнюю матушку хотел расспросить и просто побеседовать на эту тему немножко. И на нее-то я выйти не могу, я не знаю, где данных нет, а так я мог бы на нее выйти. Сейчас, сейчас это самое. А вы по скайпу, если вы сможете, мне скиньте. Тогда бы я с ней связался, а уже вас бы не трогал. Хорошо, сейчас выясню. Так, все, кто еще желает что-то знать? Давайте. Ну, все, я ухожу, раз вопросов нет. Вот, вот, вот.